Сегодня утром, как обычно, должен быть спорт в парке, но из-за дождя мы его отменили. Я приехал просто посмотреть территорию, потому что каждое утро, по возможности, я заезжаю. И была такая печальная очень картина. Все урны были поломаны, перевернуты, мусор весь разбросан, столбики, на которые подвязываем деревья, были поломаны. Была разбита домик, библиотека. И как-то вот становится прям очень больно за то, что ты как бы тратишь свое личное время, подтягиваешь всех партнеров, объясняешь, ребята, давайте сделаем город лучше, а получается, что у кого-то хватает энергии, сил именно на какой-то негатив. К счастью, приятно заметить, что когда я приехал через два часа сюда, утром мне не было возможности все убрать, уже здесь было все убрано, все осколки, все урны были собраны, и мусор весь собрали. Это говорит о том, что все равно в Истине много неравнодушных людей, которые приходят, которые любят это место. Мне бы очень хотелось, чтобы они пришли, и все-таки мы с ними договорились о том, как они это восстановят. Если этого не произойдет, соответственно, тогда я обращусь в полицию с заявлением. У меня есть все чеки на все, что мы здесь делаем. Соответственно, как бы... А если не секрет, ущерб какой-то? Ну, примерно где-то 30-35 тысяч. Ну, это варварство, конечно, господи, что про это говорить? Нам вообще ничего нельзя, по-моему, сделать. Ну, что, ну, сделали действительно, как хорошо было. Кто это сломал? Дети, наверняка. Ну, поэтому следить надо за детьми. Ну, ненормально это что, не знаю. Вот мы, ребята, в наше поколение таким не занимаемся. Может быть, кто-то, ну, фиг знает, без боли о младших. Вы выпускные же сейчас. Может быть, из-за этого, так без понятия. Это русским языком сказали. Ну, дебилы. Обычные дебилы. А как это вообще предотвратить? Можно вообще ли это такое? Нет. От дураков нет защиты, к сожалению. Да, наверное, надо так лечь, друзья. Даже сюда он на камеру.